Здравствуйте! С вами программа «Цифры». В Самаре к концу 2017 года отремонтируют объект культурного наследия – здание фабрики кухни. Недавно на госзакупках появился тендер на проведение реставрационных работ. Обойдется это в 580 миллионов рублей. Из них 400 миллионов поступят из федерального бюджета. Но сколько еще памятников архитектуры ждут своей очереди? На все объекты требуются колоссальные суммы. Время идет и не щадит ничего. Стоит вспомнить реальное училище или военно-медицинский институт на улице Алексея Толстого. Памятник архитектуры федерального значения погибает на глазах. А ведь когда-то он считался одним из главных украшений города. Самарское реальное училище было открыто в 1880 году в доме купца Ивана Маке. Здание было построено в 1850 году. Это было одно из первых кирпичных строений в Самаре. В 1851 году там были организованы мероприятия в честь образования Самарской губернии. В 1909 году на средства семьи Андрея и Елизаветы Суботиных здание было реконструировано. Появился третий этаж. Был пристроен новый учебный и жилой корпус с квартирами для педагогического персонала. По своим размерам оборудование постановки учебного дела оно было одним из образцовых в Самаре. Здание реального училища считается уникальным объектом. Здесь учились революционер Глеб Крыжжановский, писатель Алексей Толстой и химик Николай Семенов. Любопытно, что с 1 сентября 1886 года при Самарском реальном училище заработала метеорологическая станция. Деньги на эти цели выделили из городской казны. Показания с приборов снимались три раза в сутки. Сведения о погодных явлениях собирались до 1917 года. С 1944 по 1964 год здание располагалось Кубышевское Суворовское военное училище. Потом его расформировали и открыли военно-медицинский факультет Кубышевского медицинского института. В 2010 году он закрылся. Около семи лет здание живет своей жизнью. Долгое время оно считалось заброшенным. Однако у него имеется собственник – Министерство обороны. Несмотря на это, доступ в здание училища был некоторое время открыт. Парадная дверь была распахнута, а окна разбиты. В это время ВМИ стал местом, где собираются маргинальные личности и хулиганы. Неудивительно, что сейчас некоторые элементы декора утрачены. Стоит отметить, что внутри сохранились оригинальная напольная плитка, фрески и витражные элементы на окнах. Также в залах на потолке имеется лепнина, которая когда-то считалась очень роскошной. Площадь здания более 8 тысяч квадратных метров. У него есть пристрой, в котором раньше был спортивный зал. По некоторым оценкам, стоимость реконструкции этого объекта с учетом степени износа может составить около 700-800 миллионов рублей. С каждым годом сумма может увеличиваться, так как на здание влияет погода. Зимой в некоторых помещениях лежат сугробы, а на лестнице образуется лед. Понятно, что все ведет к его постепенному разрушению. Какова же дальнейшая судьба памятника? На этот вопрос могут ответить лишь наши власти. По некоторой информации, Минобороны готовы передать это здание в областную или муниципальную собственность для дальнейшей реставрации. Говорят, что таких денег у региона нет. Хотя были планы по его приспособлению под учебное заведение и центр одаренных детей. Что будет дальше, покажет время. С вами были «Цифры». Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова